Приветствую вас на канале Райвика. Сегодня для вас спасательный рецепт. Если вы видели предыдущее видео, то мы готовили великолепный пудинг и там использовали 4 желтка. А сегодня мы спасаем 4 белка и готовим потрясающий торт. Очень нежный, вкусный, воздушный. В общем-то я не буду сильно его расхваливать. Вам нужно просто сейчас сесть удобно, поставить лайк, подписаться на канал и смотреть внимательно. Поехали! В чашу миксера отправляю 4 белка, добавлю щепоточку соли и запускаем блендер, миксер вернее. Как только появляются первые пузыри, начинаем вводить по 1 столовой ложке сахара. Сахара нам понадобится 200 грамм. Готово! Сахар растворился, нам важно только чтобы сахар растворился. Сюда теперь добавлю 30 грамм крахмала и 170 грамм муки. И плавными движениями соединю муку с белками. Намеренно сильно не замешиваю, и теперь вот это я переложу в кулинарный мешочек. У меня уже заселен пергаментный лист, тут у меня была форма с прошлого раза. Я специально оставила, потому что тут я вижу, что у меня диаметр кольца будет 20 сантиметров. И вот так, не спеша, я рисую кружочек. Так же самое я делаю и второй теперь корж. И отправляю высушиваться нашим коржиком в духовке 140 градусов где-то час времени. Ну что, испеклись мои коржи. Вот так они выглядят. И выпекала я их 40 минут. То есть смотрите у себя по духовке, далеко не отходите. Минимум 30 минут они точно у вас будут выпекаться, но час они, думаю, будут совсем как кирпичики. Поэтому 40 минут идеально. Что ты ржешь? Хорошо, что я в это время в лес. Смотрите, вот прям такой золотистый корж, ну прям это с обратной стороны. И вот с лицевой это у нас будет шляпочка. И теперь настало самое время для приготовления крема. Крем хотите можете делать любой, но лучше сделайте со сгущенным молоком. Я алкогольным, я смотрю. Ты все пока не рассказывай. Так, давай, это в сторону коржи. И берем тарельку, в которой будем делать крем. И сюда я отправляю. Тут у меня вареная сгущенка 385 грамм. Специально взяла, перевесила и такие не врут. На баночке написано 387. Два грамма не смогли слезать. Боялись языком слезать, можно поранить язык. Поэтому два грамма прощаем. А тут уже короче, можно смело делать. Вы знаете что, да? Крышечку облизали, следующий этап это пиалочку. Ну ладно, мера у всех своя. Поехали дальше. А, я аж перепутала. Вот это, видишь, болтаю. Ладно, давай дубль. Дубль 2, короче. Сейчас я пересыплю обратно. Из пустого в порожнее. Короче, надо сделать обратно. Я чуть-чуть что-то растерялась. В общем-то, в чашу, не буду ее уже мыть. Ладно, я все равно скажу тебе вырезать. Ты не вырежешь, поэтому меняем местами. Вот в чашу отправляю 150 грамм сливочного масла, которое комнатной температуры. Видите, она такая мягенькая, примягенькая. И кто-то на этом этапе скажет, блин, а чего у него миска грязная? Если бы смотрел сначала, знал бы. И на небольших оборотах взбиваем сливочное масло миксером. И вот теперь в масло я буду добавлять сгущенное молоко и снова на небольших оборотах взбивать. По две ложки сгущенки кидаю и взбиваю. Вот такой у нас густой крем получается, очень прикольный. А когда взбили крем, нужно 100 грамм грецкого ореха. Поедите обязательно в Грецию и купите оттуда орех, иначе не получится. Нет, она говорит орехов. Ага, тогда 100 грамм греческого ореха. Нужно высыпать на доску и измельчить ножом. Измельченные орехи отправляем в крем и перемешаем. Коржи и крем готов. А сейчас будет необязательная часть нашего карди-балета. Можете на минуту вперед перемотать. Кому это не важно и не интересно. А кто хочет все-таки узнать, что я буду делать, то рассказываю. У нас тут завалялся малиновый сироп. Мы его никак не выпьем. Два года назад, как мы с Польшей купили себе. И я налью чуть-чуть сюда этого сиропчика. Это не сироп малиновый. А что это? Ликер малиновый. Да, малиновый ликер. Я налью чуть-чуть. Вы можете взять, если у вас есть там коньячок, ром, что-нибудь такое вкусненькое. Беру тарелку, вот первый корж выкладываю сюда. И наливочкой теперь его пропитаю. А что ты думаешь, что он питается? Я не могу понять, что он не питается. Ну, тебе кажется, крестись, а мне не кажется. А если мы атеисты? Так а мне какая разница? Ну, что ты нас с крестницей выставляешь? Ну, так тебе ж кажется. Я знаю, что он пропитается и будет пахнуть. Во-первых, станет мягче, потом мне легче будет его разрезать. И будет пахнуть ликерчиком, малинкой. Представляете, основа безешная, еще и пьяная. Фантастика. А что ты головой машешь вот так? Ну, типа по-болгарски, да. Ты по-болгарски уже мне машешь головой. Думаешь, я должна успевать за твоей головой следить и плюс еще и за коржом. Так, напитала я его. И дальше все понятно, да? Берем крем. Минута времени прошла, да? Те, кто перемотал, вы в нужном месте. Видите? Мы теперь берем корж. Все логично. Прямо много, не жалея, выкладываем. Берем и выкладываем. Вот так, видите? Берем и ложим или выкладаем. Не, выкладаем это на украинском преподаем. Да? Типа да. Ого, так много. Ну а что? И теперь уже можно разровнять. Так, чтобы было прям ровненько. Какой высоты у нас корж, такой высоты у нас и крем. Вот это у меня шапка, но я шапку пропитаю только дно, наоборот. Верх не буду пропитывать, а вот эту часть возьму и пропитаю. Живем в лесу, гости теперь к нам почти не ходят, не с кем выпить. Приходится тогда алкоголь есть. И накрываем верхний слой, чуть-чуть придавливаем. Сиропа все-таки много, я еще и вверх тоже промажу ликерчиком. И я обжарила лепестки алых не роз, а миндаля. И вот этими лепестками я сейчас украшу бока нашего торта. Он будет такой воздушный, а-ля пушистый. Ну не как роза, а как... Украшу, напишите в комментарии как что, как кто. Ну в общем-то это уже понятно, да? То есть просто берем и лепим миндальку. А верх просто слегонца припудрю. А теперь осталось самое главное. Спрятать торт от Вики в холодильник на пару часов. Два часа будет достаточно. И только потом я разрешу ей его продегустировать и поделиться впечатлениями с вами. Так что скоро для вас это пройдет совсем мало времени, а для Вики целых два часа. А я не буду. Придется. Кто хочет, приходите дегустируйте. Все. Находите нас в лесу, сейчас метку оставим, да? GPS-метку, приходите. В общем-то скоро будем дегустировать. Пускай он чуть-чуть настоится. Кусочек очень красивый. Смотрите, а Вика сейчас его быстро съест. Все тапки у меня будут. Давай, дегустируй и говори. Говори, говорю, говори. Вот такой у нас необычный ореховый десерт. Вика просто пищит от восторга. Ложечку, сейчас вилочку оставлю в сторону. В общем-то она сказала, что какой лучше. Крайний то Вика будет, да? Нет, а какой вкуснее, кстати, этот или этот? Ну я люблю молочное все такое, я люблю вот этот. Ну конечно, ты же должна свой похвалить, не мой же. А сгущенка вареная с орехами, почему бы нет, я еще и без вареных. И такой торт прям именно по мне. Вот я люблю, если съел, то съел. А не вот это, а не вот это воздушное, что-то непонятное. В общем-то, да, съел и не почувствовал. Тут съел кусочек с утра и зарядился на весь день. Поэтому, друзья, вот такой рецепт я вам предлагаю. Вы можете взять, попробовать, приготовить и узнать, насколько вы жили не сладко, пока не увидели этот рецепт. ПОДПИШИСЬ!